Я старалась узнать о моем котенке как можно больше. Стала узнавать. Ну и тогда выяснилось, что на Земле живет больше 57 пород кошек. Ну вот давайте сравним. На Земле живет больше 4 миллиардов человек, а кошек 450 миллионов. Самые первые прирученные домашние кошки в древности появились в Африке. Кошек подразделяют на короткошерстные и длинношерстные. Какие тебе кошки больше всего нравятся? Сиамские и ангольские. Ну сиамские же злые, говорят. Я не знаю, мне кажется они добрые. Родина сиамской кошки Таиланд. Когда-то в далеком прошлом сиамские кошки жили только во дворцах правителей страны и стоили очень дорого. Иметь такую кошку могли позволить себе только богатые люди. У всех сиамских кошек голубые глаза, а на ногах черные или шоколадного цвета чулочки. Как ни одна из других пород кошек, сиамские очень привязаны к своим хозяевам. У тебя есть кошка? Есть. Как зовут? Яша и Луша. Что, даже две? Да. Яша очень любит носить косточку. Если даже косточку положишь в банку, он эту банку мордочкой сваливает, а потом лапкой достает косточку. А Луша спокойно, она поест да поспит. Если взять и сейчас сказать, что у тебя кошек не будет. Нет, я буду против. Я все-таки не дам, чтобы отдали куда-нибудь. Ну, чем они тебе так дороги? Тем, что они ласковые очень, хорошие. Ну, все-таки хорошо дома иметь какого-нибудь животного. А вот некоторые коты даже состоят на службе. В Англии шесть котов зачислены в штат библиотеки. Получают зарплату за охрану книг от мышей. Два года назад у меня появился кот, причем он появился совершенно неожиданно. Я вышел на лестницу и сидит на пороге маленький котенок. А кто у вас главнее в доме, ты или кошка? Ха. Ну, кот уже стал членом семьи. Поэтому сказать, кто из нас с ним главнее, я завишу в какой степени от него. Естественно, он от меня. А вот скажи, когда берешь кота в дом, надо посоветоваться с родителями? Надо, обязательно. А то, может, не разрешат родители. И придешь сразу, принесешь ты его домой. А он, придется ему уйти все равно. Берут котят маленьких. Не понравились они другим. И сразу начинают выкидывать. А вот этого рыженького котенка зовут Ливерфун. Все проходят, говорят, что он такой красивый, всем нравится. Но никакого места не занял. Ничего ему не дали. Даже из-за него сегодня плакала. Почему? Ну, его не хотели допускать к выставке. Такая врач попала и злать. Прекрати, прекрати, прекрати. Все-таки хищник, хищник. Хищник австралийский. А почему он так сейчас волнуется? Много людей, много кошек, котов. Да, настроение хозяев передается и котам. Да, я не волновался. Мы хорошим. Да кого он больше любит-то? Меня, по-моему. Потому что я его не ругаю никакой. А Юля? А Юля? У Юли еще питомец есть, любимец еще один, попугай. И он чувствует, что она его очень любит и очень ревнует. Не дразните и не злите кошек. Знаете, кошки очень не любят, когда их трогают за хвост, а тем более дергают. Ни к одной из этих пород мой котенок не относился. Но, правда, от этого ведь он не стал хуже.